вот это кайф а был пацан и нет пацана хорош просто какой-то форме на издевательство так чем бы его еще интересно таким вот чем бы таким что у нас еще есть такое так так-так ребятки всем привет добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки горький 17 и вот и я так понимаю что это все таки последняя серия у нас сейчас будет да потому что у нас сейчас главбос главбос будет главбух вот и сейчас мы с ним разбираться очень надеюсь что эти лоботрясы вот эти внизу которые они они портальнутся чудесным образом с нами наверх иначе будут гг так тут у нас какой-то компьютер здесь можно работать с дисками если есть электричество если будет электричество то здесь можно ага то есть мы получатся компьютер специально врубали пойдет все теперь мы тут можем врубить для диск грачев черт возьми как как ты смог объяснение заняло бы слишком много времени капитан как видите я все еще жив чем собственно обязан вам и только вам однако пора поговорить и о самом главном деле нет сначала ты все же должен мне кое-что объяснить мы встречали людей которым ты отправлял разные письма что было я знаю что тебя интересует николай поверь ты скоро все поймешь только будь любезен позволь уже мне договорить до конца ладно считай что мы внимательно тебя слушаем и так вы наверняка уже знаете что на самом деле горький 17 был большой исследовательской лабораторией занимавшийся сверх секретными исследованиями в области клонирования человеческого материала как они это называли откуда ты знаешь ну вот посмотрите в последний раз горький 17 был разрушен именно из-за эксперимента под кодовым названием семья даши целью которого была проверка результатов весьма смелых исследований в области многомерной физики на примере сырого но уже функционировавшего устройства для телепортации кстати очень похожего на то что стоит и здесь совершенно естественно что прежде всего этот проект был подчинен военным целям в начале была успешно осуществлена телепортация животных затем начали телепортировать людей на первый взгляд все проходило нормально однако спустя две недели подопытные начинали вести себя весьма странно у некоторых изменился цвет кожи начались резкие боли и все без исключения стали чрезвычайно агрессивными а еще через несколько дней они стали мутировать буквально на глазах ученых и как вы уже сами видели к этому моменту ничего человеческого в них не оставал однако ученые не остановили свой эксперимент подопытные которые выжили после мутации были расстреляны прямо во дворе лабораторного корпуса а группа доктора шевчука продолжила работу над более совершенным устройством для телепортации из-за нехватки времени и давления со стороны военных а задействованы были поверьте мне самые высокие сферы исследователи полностью отказались от экспериментов на животных и стали взамен вербовать бездомных и нищих в окрестностях соседних городов честное слово более подходящих подопытных кроликов они вряд ли могли представить усовершенствованная камера для телепортации оказалась еще эффективнее но в наихудшем смысле любой телепортированный практически мгновенно мутировал похоже новый прибор вносил в днк еще большую погрешность более того в один прекрасный момент при телепортации бедолаги болевшего гриппом наружу вырвался измененный вирус который начал мгновенно распространяться среди обслуживающего персонала базы и самих исследователей похоже измененный вирус гриппа приобрел все свойства активного мутагена в результате буквально за три дня эксперимент вышел из-под контроля до такой степени что ситуация получила 10 класс по шкале бактериологической опасности и лаборатория а за ней почти что весь город были уничтожены массированной бомбардировкой из первоначальной группы не уцелел никто кроме меня что это значит из первоначальной группы я единственный кто пережил катастрофу горького я был одним из подопытных в этом эксперименте но по какой-то причине меня миновал мутагенный вирус и я был переправлен в другую лабораторию чтобы продолжить исследование условиях карантина ведь вы наверняка знаете что уже после полной изоляции этой зоны в городе все равно продолжала работать закрытая лаборатория да да несколько ученых продолжали работать закрывшись в уцелевшем корпусе и никто не решался его разбомбить а вдруг а вдруг они все-таки найдут решение проблемы невероятно чем дальше тем интереснее но как же ты тогда здесь оказался как видите эксперимент опять потерпел неудачу незадолго до передачи зоны польши остававшихся ученых эвакуировали и началось настоящее светопредставление чем они только не бомбили этот город излишне говорить что меня как потенциального вируса носителя с собой не взяли ох чует мое сердце счета здесь не так врачу тебе же будет лучше если ты расскажешь всю правду господи да похоже он и прям верит что сделал себя бессмертным но поймите же я уверен что мы сможем использовать диски для того чтобы повернуть вспять процесс мутации но почему ты не рассказал нам об этом раньше почему убегал я я боялся слишком многие замешаны в этих событиях я не знал можно ли вам доверять теперь же я это знаю мы можем спасти всех этих невинных людей послушай здесь и правда не обошлось без участия некоторых скажем так высокопоставленных лиц ни у одного тебя теперь проблемы с доверием ну да ладно давай тогда уж сразу приступим к делу и попробуем реализовать твой план однако запомни никаких фокусов чтобы больше никаких вы крутасов шаг в сторону сразу получишь пулю в лоб я серьезно командир ты уверен откуда мы знаем все эти диски не отправят нас на тот свет я с самого начала сказал все этот тип принесет нам только проблемы и я был прав спокойно тарас мы все рискуем вопрос только в вероятности посмотри лучше работают ли эти диски но блин конечно пипец ну давай давай работай черт тебя подери убери руки от прибора николай мне очень жаль но я не могу этого сделать мир за стенами этого города захочет узнать что здесь произошло миру ничего не нужно мой мальчик им бы только ночью спокойно спать пока мы их охраняем а теперь это дико от установки по хорошему прошу нет у меня есть к вам несколько вопросов например почему солдаты нато получили приказ уничтожить нашу группу и при этом с вашего ведома ты не все знаешь селиванов ситуация гораздо сложнее чем ты можешь себе представить из двух зал выбирают меньше понимаешь ли в некоторых случаях стоит пожертвовать тремя жизнями чтобы спасти миллионы других жизней однако я думал что мы были на вашей стороне нечего сейчас рассуждать коля это лежит уже по ту сторону добра и зла здесь нет ни ваших не наших ситуация почти вышла из-под контроля нет времени философствовать я должен выполнять приказ это группа номер два должна была убрать тебя и твоих ребят но они отказались майор нет теперь же полковник за проявленное мужество вы посмертно награждаетесь звездой героя россии неужели может лучше показать куда вы можете эту медаль себе засунуть расстрелять их охреневшая рожа блин так очень уж они хорошо стоят под гранату вот эту зверскую вот у кого она вот это кайф а был пацан и нет пацана хорош тарас коврига 780 опыта сюда генералу паула ничего не работает почему же не работают диски ты круглый идиот коля ты и твоя хваленая команда мы попались на уловку грачева он ведь не тот за кого себя выдает грачев о чем это он говорит и почему не работают диски капитан не обращайте внимание на его болтовню может быть диском просто нужно некоторое время этот человек пытался уничтожить всех нас я уверен что он заодно с косовым и его бандитами которые пытали меня во время эксперимента послушай а почему бы твоим орлам не уничтожить их прямо здесь и сейчас ведь мы же знаем что это просто стервятники они сидят своих хоромах ничего не зная о реальной жизни и думают лишь о том как бы им использовать нас в своих целях ты знаешь мою историю я не виновен а он убийца и теперь у нас появилась реальная возможность показать этому вояки каково быть обычным человеком безо всяких привилегий без машин охраны и вертушки на столе не слушай его коля он лжет он был правой рукой косова и использовал вас лишь для того чтобы попасть в эту лабораторию в одиночку то он точно не смог бы этого сделать заткнись заткнись ты грязный вояка заткнись или я тебя убью грачев а ну на место ну ладно ладно что поделаешь а ведь это правда капитан именно ты привел меня к цели ты нашел лабораторию как видишь диски работают все что мне надо я от вас уже получил ну хватит грачев не с места грачев это скотина грачев забудь про генерала командир он пытался нас уничтожить и все-таки он человек ладно поехали в общем вообще пипец тут задумка конечно просто кошмар ни черта не понятно нам дает под подают информацию что мы чего-то не знам но чего не знам и так и не узнаем вообще короче просто пипец очень у них тут какая-то своя игра да вот и кто этот грачев мы никогда в принципе не узнаем вся проблема и все этот сама вся вот эта штука вот с этим болваном что он станется поэтому пас последний босс такой себе так что тут даже выпендриваться ничего не надо а вот давайте сейчас мы только попробуем пускай он подойдет он по-моему если мне изменят память он по-моему плюется ядом или что-то типа такого давайте просто подойдем я не хочу его станет можно и застанет давай на разостанем еду и все насрачует на этот яд по-моему очень хорошо станется по крайней мере хотя бы не этот самый ну-ка хорош ща на его боб эксперименты проводить одесса вот этого можно завалить до 30 смари к реально мы его конечно убивать не будем возможно этот лоботряс на него набрасывается сразу атаку так мне интересно всякие бластер вот это вот вся шляпа мы это последний а накопили как всегда короче давай сейчас его будем травить всяким говном смотреть что работает что нет а защита от яда так главное в косово у этого не попасть то есть получается по верхней границе окей так по нижней получаться мы можем да давай сейчас ох давай кстати попробуем его заморозить еще скорее сюда защита от холода так но раз от электричества у меня нет защиты поэтому пойдет так мне интересно бластером пульнуть в него это вот интересно действительно так вот мы попадаем прям по заднице ему-ка офигеть просто короче электричеством бьет не глушат ничего так сейчас лучом ну от луча на раме тоже защита да так у нас есть стан надо этим пользоваться давай вообще последний босс конечно разочаровал вот если бы у него полностью все было игнор вот тогда можно было бы использовать все оружие вот это вот знаете все чтобы пользоваться вообще всем было бы классно да но сделали блин и конечно такое давай сейчас получатся чего-то попробуем чтобы этого не завалить еще и защита от оружия у него нету обалдеть так ну-ка давай огнеметы кам огнеметы кам вообще у него просто ко всему этот кроме оглушения лучше бы наоборот сделали блин чтобы иммунитет к оглушению был но ко всему остальному не было до 2 хотя бы битва была в ты весь этот арсенал который у нас мы могли бы его использовать так у нас еще есть какие-то суперские там эти заклинания черт возьми посмотрим так вот так здесь у нас вроде нет да получат все выстрелили но обязательно все посмотреть на вроде как все так у тараса вроде все ну ладно все так все так глушен он чем еще таким тебя подубасить то осла так мара можно огнемета тогда этим давай на сразу да пойдет тут естественно тоже огнеметом ну ладно чеку это бешеный просто в огне весь так 30 так этим наверно давай на сюда подойдем сейчас я хочу этим малого трясом нашим из гранатомета пострелять возможно оттянуться вообще пипец какой-то женский еще голос конечно у него с поворотом еще из ракетницы вернее пострелять не из гранатомета из ракетницы так блин вот реально если бы у него стана не было прикиньте какая классная тема вала бы можно конечно типа не использовать стана но если можно какого лишь его так нам пучаться нам ровно посередине наставать давай все не задевал никого замечательно просто какой-то форме на издевательство так чем бы его еще интересно таким вот чем бы таким что у нас еще есть такое так 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 давайте-ка посмотрим посмотрим так на лучом тут у конечно было бы неплохо да так давай вот так вот его ну просто устроили просто издевательство под над последним боссом рожь так будет пойдет так это у нас коврига дамчу ковриги интересного есть так и гнемет этот яд на него не работа ну давай тогда гнемет давай вперед сжигать его готовые бабушки так тут давай вперед красота 122 так тут в чем 1 до тем что таким таким можно удалось узи тогда просто реально избиение младенца просто кошмар а ха 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 не ласт босс какой-то какой-то олух какой-то честное слово просто пипец так ну давай просто так получается он на 15 урон нанесет наверно уже можно его душнить да но давайте на всякий случай застанем его о кстати можно его вроде заморозить так сейчас стан чисто проверить чтобы он где он а у нас этого нет да так у ковриги 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 так тут еще два он получатся 15 но мы можем его завалить но ну кстати да наверно можно просто завалить его да и все давай давай он короче просто плюется ядом типа бьет и травить тебя так что говно даже смотреть нечего так все оставьте нас николаем одних тарас юка отойдите ты не должен меня задерживать это не имеет никакого значения не я так другие поверь мне слишком много желающих заполучить горький всех не перекроешь но у них нет такой силы воли как у меня мой мальчик какие такие другие когда борьба идет не на жизнь а на смерть у них иногда не выдерживают нервы они не думают о возможных последствиях понимают их иначе чем ты и ты знаешь об этом слушай меня внимательно лишь немногие знают то о чем я тебе сейчас расскажу в 1989 году один из наших молодых ученых антон живлаков открыл антон впервые доказал что все люди имеют особый особый рецессивный ген который может оказывать разрушающее воздействие на весь организм каждый человек рождается с таким геном и если ген живлакова начинает действовать то человек умирает рано или поздно но обязательно умирает существует теория теория о том почему этот ген на протяжении всей истории человечества по какой-то причине все-таки не действовал и только в последнее время он должен был заработать причина этого неизвестно возможно космическая радиация экологическая катастрофа генетические часы я не ученый я не особо в этом разбираюсь каждый год число жертв этого гена растет это просто чудо что нам пока удавалось так долго скрывать его существование но время работает против нас паника мародерство все войны двадцатого века вместе взятые покажутся тебе приятной прогулкой быть может еще одно поколение но от силы два затем все человечество погибнет мой мальчик все человечество да это просто невозможно каким образом этого мы не знаем пока еще не знаем допустим допустим все именно так как вы говорите но почему именно русская база некоторое время тому назад разведка нато обнаружила что мы тайком проводим запрещенные эксперименты в области многомерной физики один из наших самых талантливых ученых морозов разработал устройство для телепортации пока только на бумаге у нас была идея но не было денег ты же знаешь ситуацию с бюджетом эти чертовы войны не оставляют ни копейки для исследований ваххабиты и индусы талибы нато решила нам помочь не сразу не сразу конечно они угрожали устроить гигантский скандал вокруг наших опытов рассказать всему миру о нарушениях конвенция клонирования людей в наших лабораториях но мы договорились ген жевлакова всех помирил поверь мне вместе и наши и их ученые верили что технология телепортации могла бы помочь уничтожить ген жевлакова навсегда очистить генофонд навсегда удалить этот ген из молекулы ДНК спустя несколько месяцев после начала совместной работы с американцами морозову наконец удалось разработать нужную технологию однако затем минобороны ты ведь знаешь они работали параллельно с нами так вот минобороны вдруг перекрыл нам доступ к созданному прототипу а сам морозов вдруг исчез из лаборатории генерал косов координатор с их стороны хотел как можно быстрее продать созданный аппарат в иран в ирак куда угодно этому болвану было наплевать на последствия до тех пор пока выручки хватило бы на покрытие дыр в военном бюджете тип которого вы только что убили этот василий грачев на самом деле был младшим братом морозова он с самого начала работал на косово и помог ему выкрасть все материалы по проекту косов изолировал горький 17 сославшись на проблемы с местными жителями и грачев начал проверять на практике технологию разработанную его братом изменять днк создавать людей мутантов искать эффектные примеры для демонстрации потенциальным покупателям и через несколько дней и ситуации правда вышла из под контроля после чего после чего косов решил сравнять весь город с землей и получил одобрение сверху выборы коррупция ты знаешь какой там бардак я думаю что они до сих пор не понимают что здесь происходит на самом деле он хотел чтобы и премьер и люди президента тоже поверили что технология уничтожена понимаешь он начал работать уже на самого себя понимаю но технология ведь уцелела точно косов и грачев разбомбили жилые кварталы но оставили целом основной блок лаборатории но в конце концов грачев тоже струсил он боялся что косов убьет и его как только работа будет завершена на подопытных ему было просто наплевать он боялся только за собственную шкуру я был поражен что ты опытный солдат не заметил что он просто использовал вас он сказал что хочет спасти город а что если он и правда хотел этого чушь у нас была группа НАТО НАТО они настояли на том чтобы их группа пошла первой а позже послали вас чтобы найти группу но не лабораторию когда мы решили что вы идете по следу лаборатории у нас не было другого выбора кроме как уничтожить вас представь себе только что случится если информация о гене Живлакова станет известной всему миру паника жуткая паника это перевернуло бы все наши планы из этой лаборатории погибло так много людей почему что в ней находится ты еще поймешь я умру но у тебя еще будет последний шанс в лаборатории есть вещь которая может спасти нас всех именно ее искал косов и я ее искал и Грачев вы должны ее найти надеюсь ты знаешь что надо делать если ты ее увидишь пожалуйста пожалуйста поверь мне твой отряд наша последняя надежда хорошо предположим я вам верю кто еще об этом знает я не знаю не знаю идите идите скорее скоро придут другие от меня теперь мало что зависит в лаборатории есть секретная комната вы обязаны найти ее раньше других пожалуйста да дело и правда дрянь а даже не Europару нет она что это Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!